Здравствуйте! Это Суть дела. Правительство России намерено снизить смертность россиян к 2024 году и значительно увеличить долю активно занимающихся спортом. Об этом говорится в основных направлениях деятельности Кабинета Министров. За несколько лет смертность должна упасть до уровня не выше 10,9 на 1 тысячу населения. В то же время целевой показатель по преждевременной смертности составляет не более 350 случаев на 100 тысяч человек. Как говорится в документе, доля россиян, систематически занимающихся спортом и физкультурой, должна увеличиться до 55%, среди людей старшего возраста – до 25%. Это при том, что нынче показатель этот составляет 5,2%. Говорится в документе и о демографической политике. В России должна возрасти доступность детских садов до 100%. При этом медучреждения собираются укомплектовать врачебными должностями до 95%. Кроме того, к 2024 году 50 миллионов человек смогут получить доступ к услугам здравоохранения в электронной форме с помощью личных кабинетов на едином портале госуслуг. А на самом-то деле основания для беспокойства есть. Россия продолжает ускоряться на пути в демографическую яму. По итогам 7 месяцев нынешнего года естественная убыль населения достигла 170 тысяч человек и стала рекордной за 10 лет. Но у нас, в России, принято бороться с негативными явлениями в основном путем манипуляций со статистикой. Вот вице-премьер Татьяна Голикова обнаружила махинации со смертностью в России. Цитирую Татьяну Алексеевну. Летом, когда правительство и Минздрав получили очередные ежемесячные данные по смертности, прошло селекторное совещание с региональными властями. На нем обсуждалось, что в причинах смертности налицо. Перекос в сторону нервных, эндокринных и прочих заболеваний, которые не могут являться причинами смертности в традиционном нашем восприятии. У нас было такое предположение с Минздравом, что, кодируя смертность другими причинами, коллеги занижают смертность от контролируемых причин, сердечно-сосудистых и онкологических. Чтобы улучшить показатели, сбрасывают на другие причины смертности. Вице-премьер запросила у регионов обоснование представленных причин смертности, после чего и выяснилось, что статистика была недостоверна. Были подтверждены случаи неправильного кодирования, признала вице-премьер. После этого она дала поручение Росстату скорректировать статистику. Именно из-за этого до сих пор нет официальных данных по причинам смертности за 90 месяцев 2018 года. Вот из этих данных Росстата отлично видно, как резко упала смертность от болезней кровообращения и выросла от прочих причин. Человеку не из системы Минздрава и не понять, а какая, собственно, разница, от чего люди мрут. Вот и вы ее не видите, а она есть. Велено было уменьшить смертность от болезней кровообращения в рамках исполнения майских указов президента 2012 года. Медики взяли под козырек и исполнили указ, но исключительно на бумаге. Старый советский принцип. Статистика может все. Это была суть дела. Все будет хорошо. Не сомневайтесь. Продолжение следует... Продолжение следует...